Главная цель праздника кроется в его названии. Инициативная молодежь объединилась, чтобы и самим хорошо провести время, и сделать праздник для других. Все началось субботним утром на улице Фокина. Активистами из территориального совета молодежи «Завидное» была подготовлена игровая программа для самых маленьких под названием «Сказочный Арбат». Сначала детей и их родители развеселились задорным танцем, после чего пригласили поучаствовать в игре, где нужно было выполнить задания сказочных персонажей – пьеро, мальвины и бабы-яги. В награду ребята получали небольшие подарки. Мне очень нравится. Моя девочка, она застенчивая, но я смотрю, сейчас уже по героям пошла, а танцевать в роте не хотела. Молодцы организаторы. Я даже не знаю, в честь чего это, что за праздник, но очень хорошо придумали. Для тех, кто постарше, около 10-й школы состоялись соревнования по кик-скутерингу. Любителям экстремального вида спорта нужно было за полтора минуты выполнить различные трюки, прыжки и развороты. За лучшие технические приемы присуждались очки. За площадку отвечал председатель территориального совета молодежи Завидное Илья Катасонов. Сначала мы придумываем идею, потом придумываем, как ее реализовать. Потом уже, соответственно, и с администрацией, и с управляющими компаниями все это обсуждаем, чтобы помощь нам нужна. Не все мы можем своими силами. Ближе к вечеру во дворе дома номер 3 на Березовой улице состоялся праздничный концерт, во время которого были вручены медали и кубки победителям турнира по мини-футболу. Он состоялся в рамках праздника накануне. А также ребятам, показавшим лучшие результаты в соревнованиях по кик-скутерингу. Обладателем первого места стал Дима Ганин. Я себя не считаю победителем. Уровень от профессионального катания все равно отстает, но все равно я с собой доволен. Праздник посетили почетные гости – глава Ленинского района Олег Хромов и сенатор Вячеслав Фетисов. В своем приветствии они отметили добрую атмосферу и важность проведения подобных мероприятий, благодаря которым происходит сближение жителей. Инициатива главы о том, чтобы в таких дворах должны быть даты, которые объединяют людей, дают им возможность, по крайней мере, посмотреть, кто у тебя сосед. Это очень важно. Легендарному хоккеисту предложили оставить символический автограф на стене, расписанный граффити. Во время концерта организаторы передали эстафету проведения праздника, который состоится 4 сентября, территориальному совету молодежи «Старый город». Мы будем также в старой части города с вами чествовать наши улицы, уже имеющие свои традиции, свою историю. А этот праздничный день завершился дискотекой. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.